ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ Которое президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции с участием членов правительства, полпреда президента ВСКФО Юрия Чайки и глав субъектов. Президент отметил, что российская туристическая индустрия активно развивается, наращивает привлекательность и выходит на новый уровень. Значительная доля внутреннего туризма приходится на субъекты СКФО, которые сегодня лидеры по росту посещений туристами. На совещании президенту доложили об уже реализуемых проектах, к примеру, о курорте Архиз, который дальше будет развиваться в новом формате под управлением стратегического инвестора, определенного конкурсом правительства России. Также были озвучены новые перспективные проекты по развитию туристической инфраструктуры, в том числе по Карачаево-Черкесии. Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников доложил президенту о проекте строительства аэропорта в нашей республике. Сейчас федеральные структуры совместно с региональным правительством прорабатывают технико-экономическое обоснование проекта. Еще одно перспективное направление развития – строительство автодороги, которое могло бы соединить курорты Архиз и Красную Поляну. Рашид Тимрезов отметил, что такое внимание президента к отрасли говорит о том, что внутренний туризм ждут значительные изменения, которые сделают наши субъекты еще более привлекательными для туристов, а самое главное – более комфортными и благоустроенными для наших жителей. Накануне мусульмане Карачаева-Черкесии начали отмечать священный праздник Курбан-Байрам. В Черкесске в коллективном намазе в соборной мечети под руководством Муфтия Республики Исмаила Хаджибердиева принял участие и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Об истории и традициях праздника и о том, как отмечают его в семье Кармовых, расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня главная соборная мечеть многолюдна. Жители республики собрались совершить праздничную молитву. Глава Карачаева-Черкесии также пришел в семье, чтобы поздравить верующих с одним из главных праздников мусульман Курбан-Байрам. Этот день символизирует собой милосердие, сострадание, и все эти основы понятны и близки вне зависимости от конфессиональной принадлежности и национальности. Что немаловажно, это то, что нас всех объединяет, отметил Рашид Бориспиевич. Чтобы мы хранили то, чему нас всегда учили наши предки, наши старшие. Также Исмаил Хаджи хотел бы сегодня, в этот день, поздравить всех наших братьев и сестер, которые сегодня в Хадже. Дай вам, чтобы их дуа был всевышним принят. Поэтому хочу всех жителей нашей многонациональной республики поздравить с этим праздником. Еще раз всем крепкого здоровья, мира, благополучия. Праздничную молитву возглавил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфти Карачева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. После завершения намаза Исмаил Хаджи выступил с проповедью, в которой отразил величие праздника Курман-Байрам. И подытожив, отметил важность умения верующими мусульманами прощать друг друга в этот святой день. Сегодня вместе с нами был глава республики, председатель правительства, депутаты, министры. Это говорит о том, что люди по-другому смотрят на религию. И это очень похвально. Почему? Потому что были времена, когда к религии относились совсем по-другому, когда не хотели знать и слушать, что это такое. А сейчас уже хвала Всевышнему, все это идет совсем по-другому. Дай Аллах, чтобы это все продолжалось, и чтобы мы эти праздники постоянно проводили. Праздник является нам напоминанием о твердости веры пророка Ибрагима, когда Всевышний повелел принести в жертву своего сына Исмаиля. Когда к обряду все было готово, Господь вознаградил пророка за преданность, принял вместо сына в жертву барана. Стараемся к этому дню подойти с благими делами, с чистой душой, чтобы соседи, близкие, кто рядом с нами по работе, по улице, чтобы все были довольны. Делиться любовью и радостью в этот светлый праздник является жизненным кредом в семье Кармовых, проживающих в ауле Псыш. Так считает и 85-летняя Тайбат Хаджикармова. Она больше 40 лет проработала учителем в псышской школе. После ухода на пенсию она посвятила себя религии. В 2007 году впервые совершила хадж. Она помогает в воспитании внучатых племянников, обучая их основам ислама и чтению Корана. Тайбат Хаджи активно оказывает помощь нуждающимся. Высшего праздника для мусульман нет. Я считаю, что это самый лучший праздник, потому что это богослужение и богоугодное дело. Курман режут для того, чтобы всех угощать. И бедных, а богатых, если богатых, он может внести, кому-то хорошее дело сделать. То, что я смогла, я свой курман отдала в детский лагерь мусульманский. Поздравить с праздником Тайбат Хаджи приехал имам Аула Псыш Анзор Хаджи Абсов. За праздничным столом он пожелал ей крепкого здоровья и чтобы родные и близкие продолжали ей дарить тепло и радость. Сегодня мы должны поздравлять своих родственников, своих старших, соседей, всех, кого мы считаем своими братьями, сестрами. Другие религии, которые с нами рядом живут, пускай это русские, пускай другие. Мы должны в этот праздник, если даже есть какая-то обида между нами, мы должны прощать эти обиды. Дай Аллах, чтобы вот в эти светлые праздничные дни все наши молитвы были приняты. Курман-Байрам отмечается три дня. Мясо жертвенного животного принято раздавать соседям нуждающимся. Также верующие эти три дня ходят в гости, готовят угощения и дарят подарки. Али Ханепшоков, Расул Бердиев, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Также глава республики Рашид Тимрезов поздравил с праздником Курман-Байрам наших земляков-военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Наши земляки являются достойной частью сплоченного боевого братства России. Людей разных национальностей и религий объединен на одной целью – защита своего отечества. В этот светлый день от имени Многонациональной Республики поздравляю всех верующих мусульман с праздником и желаю удачи в дальнейшей службе. Мы вас всех ждем дома с неминуемой победой, говорится в поздравлении. В честь Курман-Байрам от главы республики для наших земляков-военнослужащих доставили баранов для жертвоприношения. Карачаева-Черкесия обладает огромным потенциалом по развитию сельского хозяйства. И потому главой Карачаева-Черкесии принято решение и дальше поддерживать сельхозтоваропроизводителей. Об этом он заявил на церемонии оглашения послания Народному собранию. Так, в целях защиты сельхозтоваропроизводителей от последствий Града, правительству Карачаева-Черкесии при формировании проекта республиканского бюджета на 2024 год, Рашид Тимрезов поручил вдвое увеличить объем средств для защиты сельскохозяйственных культур от Града. Напомню, по итогам прошлого года в хозяйствах всех категорий Карачаева-Черкесии имеется около 150 тысяч голов крупного рогатого скота, численность овец и коз составляет более 1,2 млн. голов, птицы – около 1,5 млн. штук. Для многих семей овцеводства – традиционный вид занятости граждан, имеющий глубокие корни. В нем высокий потенциал роста агропромышленного комплекса Карачаева-Черкесии и всего Северо-Кавказского федерального округа за счет внедрения современных технологий в области генетики, воспроизводства от корма и переработки продукции. Учитывая хорошие темпы развития животноводства, Рашид Тимрезов поручил модернизировать республиканскую ветеринарную лабораторию, обеспечить необходимым оборудованием и транспортом. Также правительство республики поручено в течение месяца совместно с главами муниципалитетов представить предложение по решению проблемы с беспризорными собаками на всей территории республики. Оперативным штабом Карачаева-Черкесии в Прикубанском районе проведена тактика специального учения по пресечению террористического акта на объекте социальной инфраструктуры. В мероприятиях было задействовано 750 сотрудников силовых и правоохранительных структур региональных органов государственной власти и местного самоуправления. В ходе учения осуществлялось отцепление и блокирование района проведения спецоперации эвакуация условно пострадавших, нейтрализация террористов, освобождение заложников, ликвидация пожара и минимизация возможных негативных последствий террористического акта. В условиях максимально приближенных к действительности участниками учения отработан порядок межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации и проведении контртеррористической операции. В результате мероприятий поставленные задачи выполнены, цели достигнуты. В картиной галереи «Черкеска» состоялась торжественно открытая защита дипломных работ. Десять выпускников колледжа культуры и искусства имени Аслана Даурова представили свои уникальные произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Подробнее расскажет Дарья Тендит. На протяжении полугода Мария Мажарина, выпускница колледжа культуры и искусства имени Аслана Даурова, трудилась над созданием своей работы. Ее композиция «Жизнь Кавказа» выполнена в стиле «Батик холодной техники». Мария рассказала, что труднее всего было определиться, а сам процесс ей понравился. «Ничего бы не получилось без наших замечательных преподавателей. Именно они подталкивали и поддерживали меня», — поделилась выпускница. «Моя работа, она получилась двузначная, то есть она может быть как украшением на стене в виде панно, либо как полоток, украшающий голову». «Золотые руки» — так называет своих выпускников заведующий отделением декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Эмма Лапугова. На протяжении 30 лет в картинной галерее «Черкеска» проходит открытая защита дипломных работ. Каждый желающий может посетить выставку. Работы уникальны второго экземпляра вы не найдете», — отметила Эмма Владимировна. Композиции были выполнены в 12 направлениях декоративно-прикладного искусства. «Такой работы вы нигде не встретите. Выпуск очень сильный, несмотря на то, что мы пережили пандемию и ремонт. У меня нет пожелания, чтобы они себя нашли в этой жизни, нашли применение своим рукам». Рауль Барцин в 13 лет увлекался резьбой, но не умел пользоваться стамесками, вырезать, поэтому решил улучшить свои навыки в колледже имени Аслана Даурова. На протяжении 9 месяцев он старательно трудился, уделял все свободное время изучению дополнительных материалов, чтобы работа была готова точно в срок. «Тема моей дипломной работы была выполнить нарды. Они были в кавказском стиле. Там присутствуют элементы адыгского орнамента. Также я выполнил сюжет «Два всадника». Я думаю, что своей цели добился». Представленные работы были выполнены на высоком профессиональном уровне. Об этом говорили гости мероприятия. Со словами поздравления к выпускникам обратился министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гирбов. Он также поблагодарил преподавателей за труд в подготовке специалистов. Зурапа Гирбов отметил, что открытая защита выпускников – яркое и красочное событие, на котором побывать – одно удовольствие. Спасибо большое. Всем успехов. Надеюсь, что вы и дальше будете продолжать это все делать на благо республики, но и на свой заработок. На защите дипломных работ также были представлены и другие разные интересные картины и подделки. Во всех авторских работах были использованы традиционные национальные мотивы и орнаменты. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. А сейчас время рубрики «Интервью». Сегодня поговорим о безопасной перевозке детей. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.